В идеале самое правильное время для посадки и пересадки роз это весна, и в моей местности это примерно с мая месяца, то есть как только лишь прогреется почва. Но несмотря на то, что сейчас уже август, еще все равно не поздно для этих процедур, и поэтому если вы недавно приобрели комнатную розу в горшочке, то прямо не теряя времени высаживаем ее в сад. А вот зачем это делать, в чем преимущество выращивания ее в открытом грунте, как ее пересадить правильно, чтобы минимально повредить корешки, об этом и многом другом предлагаю поговорить сегодня. Итак, начну с того, что такие вот миниатюрные комнатные розочки бывают самых разнообразных расцветок, и вообще они выведены даже специально для выращивания в квартирах. Но скажу за себя, что я уже много лет выращиваю их в открытом грунте, они и зимуют хорошо, и очень обильно цветут летом, так обильно, что можно даже сказать, что за цветами листьев не видно. Поэтому и в этот раз я, просто даже не задумываясь, буду высаживать их в сад. Только перед высадкой первым шагом рассоединю весь букет на отдельные саженцы. Напомню, что всегда вот в таких небольших горшочках продается по 4 растения. Но в этот раз, впервые, я столкнулась с тем, что в общем горшочке 3 саженца. Наверное, это новый вариант экономии от фирмы Star Roses. И для этого я просто вынимаю саженцы из горшка, погружаю их в ведро с водой, и там уже, размывая грунт, аккуратно пальцами отделяю их друг от друга. Делать это нужно обязательно в воде, чтобы там распутать корневой ком как можно аккуратней. А если же делать это без воды, то для того, чтобы их разделить, корневую просто придется разрывать. Вообще разделять розочку на отдельные корешки не обязательно. Но, как показывает опыт, в грунте в дальнейшем они очень быстро разрастаются и становятся такими хорошими, мощными кустиками. Каждый из которых потом размером становится намного больше, чем сейчас все эти саженцы вместе. И следующим шагом высаживаем эти саженцы на постоянное место. И у меня это полутень под огромной яблоней. Розы вообще, чтобы обильно цвели и хорошо росли, нужно всегда высаживать там, где нет прямых солнечных лучей. И для этого я выкапываю неглубокие лунки с расстоянием друг от друга сантиметров 35. У меня в цветнике получается такая целая дорожка из этих бордюрных розочек. На дно ямы я сыплю немного суперфосфата и высаживаю кустики, заглубляя их примерно на тот же уровень, что они росли и в общем горшке. Все. На этом вся посадка в открытый грунт закончена. Теперь остается лишь создать им все условия, чтобы наши розочки прижились и пошли в рост. И для этого я, во-первых, обязательно срезаю им все цветы, чтобы тем самым снять нагрузку на растение и направить все его силы на развитие корневой системы, а не на цветение. А во-вторых, проливаю их стимуляторами корнеобразования. И так как их сегодня существует просто огромное множество, то пару слов скажу о том препарате, который использую я. Это корнестим от агрофирмы «Ваше хозяйство». Это очень хороший ускоритель корнеобразования, который я использовала и при укоренении черенков, опудривая их кончики, и при пересадках. Причем можно даже использовать не только для цветов, но и для рассада овощей. И для того, чтобы приготовить готовый жидкий раствор, я беру 5 граммов вещества, то есть половину вот такой пачки, растворяю его в 5 литрах воды и уже готовым раствором поливаю кустики под корень, то есть сразу же после посадки. Розочки очень быстро принимаются и буквально уже через пару недель выпускают новые листочки. Поэтому, кто хочет проверить эффективность этого корнеобразователя, ссылку на интернет-магазин, где я его и приобретала, оставляю в описании к этому видео. Ну а на следующий год наши розочки заметно прибавят в росте и разрастутся и вверх, и вширь. И прямо с весны и вплоть до осени будут радовать нас своим пышным цветением, которое, как я уже говорила, в открытом грунте намного обильнее и богаче, чем в домашних условиях. Спасибо за просмотр, ставь палец вверх и подписывайся на наш канал. Спасибо за просмотр!